Сегодня у нас очень странный набор продуктов. Салат, сыр, курица, грибы, шоколадный бисквит, банан, гранат и клубника. И еще какие-то очень странные пергаменты для писем. Ольга, что это такое и что мы будем из этого готовить? Это, к сожалению, к вашему, не пергаментная бумага для писем. Это обычное тесто, но которое в домашних условиях нашей хозяйке будет трудновато, конечно, сделать. Это тесто? Да, это тесто. Состав его мука, вода и соль. Тесто фило. По-гречески фило – это лист. Тонкое до 1 мм толщиной прозрачное вытяжное тесто, сквозь которое можно читать книгу. Используется в средиземноморской кухне. Можно сделать его и дома, но проще и быстрее купить в магазине. Ну, я хочу предложить вам сделать мясной рулет, который можно кушать детям, взрослым на завтрак. Ну, и также в течение дня. Помогающий нам Максим Синяков режет соломкой сваренную заранее курицу и грибы. Мясо, кстати, можно любое. Сюда же добавляем тертый сыр. Теперь я аккуратно, значит, достаю пластик тесто фило. Один. Значит, аккуратненько складываю его пополам. И Максим должен положить мне вот так прямоугольненько в начинку, оставляя запасы теста. Прижимаем. Много чего-то получилось. Ну, я как лучше заворачиваю. И теперь, смотрите, не так делаем. Ни в коем случае. Иначе здесь получится у нас много слоев. А мы в обратную сторону берем ровненько ее и обжариваем с двух сторон. Жарится она очень быстро, потому что она очень тонкая. И нам нужно создать эффект внутри паровой вани, чтобы у нас сыр немножечко растаял. Теперь мы должны убрать излишки растительного масла. Что нужно сделать? Мы просто берем обычную салфетку и маленечко ее промакаем. Сервируем рулеты, украшая свежими черри и салатом. А теперь сюрприз. Быстрый десерт из того же теста. Берем нашу баночку. Аккуратными движениями делаем такой вот вазон. На смазанную маслом фольгу кладем лист теста фила и запекаем до золотистой корочки. Емкость для десерта готова. Фиксируем на тарелке сливками и заполняем любой фруктовый бисквитно-сливочной начинкой. Несмотря на то, что мы с Максимом путались у Ольги под ногами, менее чем за 10 минут мы приготовили целых два блюда. Фиксируем на тарелке сливками и запекаем до золотистой корочки.